Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас видео будет с макияжем, с макияжем с яркими красными губами, но с таким дневным, скажем так, все-таки назначением. Этот макияж уже был у меня для съемок предыдущего видео на моем канале. Я его скинула в Инстаграм, и всем он так понравился, были запросы на него, и поэтому сегодня я его для вас сделаю снова. Итак, у меня уже на лице моя тональная основа. В данном случае это тональная основа Taint Miracle от Lancome. У меня оттенок 0,3, то есть она такая слегка темнее среднестатистического русского человека. Вот тональная основа это моя самая любимая на холодный период года. Мне очень нравится. Также в этом макияже у меня использован консилер от Revlon. Revlon Color Stay. У меня оттенок 01 Fair. Пока что он мне нравится. Использовала его под глазами, использовала для контурирования. Но полноценное свое мнение, скажем так, я еще не составила, и будет оно уже в видео о моих бюджетных покупках последних. Далее на лице у меня сегодня пудра от Dior. Это Dior Skin Nude в 0,30 оттенке. На светлые участки с консилером у меня нанесены метеориты, но это не обязательно. Также у меня уже сделано контурирование с помощью вот этого оттенка Casino от Nars. Приступив к макияжу глаз и губ, у меня вместо базы сегодня Revlon Color Stay консилер, который я уже показывала. Держит хорошо днем именно какие-то более-менее легкие макияжи. И на самом деле я заметила странность, что большинство девушек YouTube научил использовать базу каждый раз под любые тени. А меня YouTube научил вместо базы использовать консилер. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Итак, вот такой вот у нас красивый дневной макияж получился. Я не считаю, что он вечерний, я не считаю, что он вульгарный и вполне себе носибельный вариант для дня, для красной помады. И, конечно же, мои советы для вас, чтобы вы не боялись носить красную помаду днем, чтобы это не смотрелось вульгарно, прежде всего, ваш макияж должен быть аккуратным, продуманным, и чтобы в макияже все равно акцент был только на губы, глаза у вас должны быть выделены. Они не должны быть просто прокрашены, они не должны быть прокрашены тушью и все, так не будет смотреться красная помада. У вас должен быть накрашен глаз, но при этом это не должен быть такой явный акцент на глазах, у вас не должен получаться двухакцентный макияж, у вас должен быть все равно акцент на губах. Но при этом вы должны весь свой образ продумать так, чтобы помимо красной губ не было даже в одежде никаких акцентов. У вас должен быть очень сдержанный образ, желательно даже, возможно, однотонный. Красная помада прекрасно смотрится с бежевыми, серыми, черными комплектами. Кроме того, моя личная фишка именно в этом образе, я разбавила такую яркую, активную красную помаду, очень нежной, красивой прической, с косой, и таким образом уравновесила немного мой дневной образ. И на этом все, если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. В комментариях, пожалуйста, напишите мне, ответьте на вопрос, нравятся ли вам образы дневные с красной помадой, не боитесь ли вы носить красную помаду или все-таки что-то вас от нее отталкивает. Если да, то что? Все, желаю всем теплой сухой осени, до встречи в следующих видео, всех целую, всем пока-пока!